Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Бывали в нездоровых отношениях с работодателем. Ну, почему отношения нездоровые, чем они нездоровые были, что в них было нездорового? Порвали, всего три месяца назад, но продолжаем работать в одной фирме. Кто порвал? То есть, опять же, вряд ли оба порвали. Если бы вы оба порвали, это бы не называлось вами так. Как порвали? Кто? Отношения не состоялись в связи с тем, что мне не были нормальные отношения, а он был не готов к ним, плохой опыт в прошлом. Что значит нормальные отношения на нем? Что для вас такое нормальные отношения? Что это такое? Это отношения, ну, с семьей? Это отношения, получается, как бы, ну, с браком? Вот, или что? То есть, ну, вот, что вы имеете в виду, говоря, о нормальной отношениях. Потому что дело редко, когда этим ограничивается только. То есть, я хочу сказать, что, грубо говоря, если вы тяготеете в отношениях вот к какой-то такой нормальности, как вы это называете, то я бы сказал, что здесь есть проблема. Потому что в таком случае вы выстраиваете отношения с мужчинами только на гендерных основаниях. Если люди участвуют во взаимодействии еще и с личностной стороны, как личности, то вопрос нормы и ненормы отношений перестает стоять. То есть, смотрите, предположим, у вас есть к человеку чифра. Да? Ну, просто вот, представим себе, что они у вас есть. И из-за того, что человек не готов к какой-то форме отношений, которая нужна вам, вы готовы от него отказаться. Вы готовы выйти из отношений. Нет, одно дело, если вам это как-то вредит. В каком случае, безусловно, нет. Одно дело, если его видения отношений не соответствуют с вашими ценностями. Такое тоже может быть. Это нормально. Но, если бы это было так, на мой взгляд, тогда не было бы этого вопроса, который вы задаете. Не было бы этих условий и так далее. А так, получается, что вы просто боретесь с надеждой, что человек изменится. Что человек решит все-таки дать вам то, что вы хотите. Нормальные отношения. Как вы их называете. Вот отсюда, поэтому у меня и такие к вам вопросы. Дальше. Обещал больше не беспокоить. Еженеделю, как вызывают то и дело в кабинет, надо не надо. Стал очень заботливым. Отправляют в отпуск. К ним все зарплаты. Переводят на более выгодную должность. Хотя я не просила совсем. Последним условием было, что если еще раз нужно пытаться сблизиться, я уйду. И он обещал. Могут ли эти шаги по работе предвещать, что он снова начнет сблизаться или я уже параноичен. Собственно, давайте для начала разберемся. А что такого страшного? Почему, если он опять начнет сближаться? Это даже вам дает какую-то надежду, вы не хотите надеяться. Или что? То есть как-то получается так, что вы от человека зависимы. Понимаете? Получается так, что у вас к нему есть чувства. Вот. Но как будто бы вы не очень понимаете, что это за чувства. И упираетесь в форму отношений. Я повторюсь. Ничего нет страшного. Ничего нет страшного, если вам какая-то форма отношений не подходит. Абсолютно. Это нормально. Понимаете? Но если что-то вам не подходит, то человек в этом уверен и не испытывает сомнений. Или принимает свои сомнения, принимает, ну, некоторую ошибочность своего выбора. Вы же как будто бы требуете от человека, чтобы он соблюдал договоренность. Скажите, зачем ему соблюдать договоренность с вами, если вы все равно уйдете? Ну, то есть если... Если... Соблюдение договоренности означает, что он с вами не сможет быть в отношениях. Зачем ему соблюдать договоренности? Чтобы что? Вот. Вы говорите, я параноичен. То есть вы этого боитесь. Вы боитесь, что... Что... Что человек... Начнет сближаться. Почему? Почему? Почему вас... Почему вас это пугает? Чем вас это пугает? Опять же. Надежды. Эээ... Неуверенностью в... Себе. Эээ... Чем-то еще. Чем? Нужно разобраться в этом. Понимаете? И уже потом... Дальше... Двигаться... В том направлении, в каком вы... Хотели бы. Вот. Вне зависимости от того, что планирует или не планирует мужчина. Потому что... Ну... В его мыслях, да? Мы разобраться не сможем. Мы не считаем чужие мысли. Могут ли мужчины обещать, что больше ничего не будет и не выполнять своих обещаний? Очень странный вопрос. Какие мужчины? Почему вы обобщаете? Почему вы уверены, что если... Конкрет... Если, например, мужчины, да... Эээ... Выполняют свои обещания, например... Ну, например, если мы вам скажем, что да, мужчины обещания выполняют. Да? Ну, вот. Все. Вот. А... Почему вы думаете, что конкретно... Ваш... Мужчина... Выполнит... Выполнит свои обещания? Если мы скажем наоборот, что мужчины не выполняют свои обещания. Почему вы думаете, что конкретно ваш мужчина точно так же его не выполнит? Понимаете, да? Какой... Какой момент? То есть... Это... Эээ... Вопрос... Где вы... Эээ... Эээ... О человеке... Эээ... Судите, как будто бы... Исключительно по его принад... Эээ... Принадлежности к... Эээ... 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 Ээээ... Ээээ... Эээ... 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 Ээээ... А мужчина, он ничего не обещает, потому что мужчина не может ничего обещать. И что будет, если он своё обещание всё-таки не сдержит? Такое ощущение, что вы прям требуете от него, что он должен сдержать своё обещание. Но поймите, если вы с ним не в отношениях, то у человека нет никакой ответственности перед вами, а значит и обещание своё сдерживать он не обязан. А у вас, к моему большому сожалению, максимально позиция здесь зависимого человека. Зависимого от выли другого. Как так вышло? И как вы к этому приходите? Нужно выяснять. Потому что пугает вас, на мой взгляд, именно это. Именно это вас пугает больше всего сейчас. По моему скромному мнению. Вот как-то так. На этом всё. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok